Дорогое собрание, я думаю, вы все обратили внимание на то, о чем была первая проповедь. О том, какие преимущества имеют члены церкви. И это действительно так. Быть членом церкви – это великое преимущество. Как когда-то апостол Павел задавал, какое преимущество быть иудеем? И сам же отвечал, великое преимущество во всех отношениях. Так и мы в первой проповеди услышали, какие преимущества дает членство в церкви. Действительно, на земле нет положения выше, чем быть членом церкви Иисуса Христа. Никакое другое звание, никакое другое положение не является столь высоким, как положение члена церкви. Почему? Потому что церковь, апостол Павел говорит, это полнота, наполняющая все во всем. Смотрите, как об этом апостол Павел написал в первой главе послания к Ефесянам. «И все покорил под ноги Его» – речь идет о нашем Господе Иисусе Христе, что после Его крестных страданий, после Его смерти на Голгофе и воскресения из мертвых, Бог все покорил под Его ноги и поставил Его выше всего главою церкви. То есть теперь перед нами такая картина. Иисус Христос превыше всего, и Он глава церкви. Под главой находится Его тело – это церковь. А ниже все остальное – все, что покорено под ноги Иисуса Христа Богом Отцом. Поэтому положение церкви очень высокое, и, соответственно, положение каждого из нас в теле Господа Иисуса Христа – это тоже большая, высокая духовная высота. Я говорю об этом не для того, чтобы дать нам повод гордиться или начать высоко о себе думать. Нет, совершенно нет. Это не благодаря каким-то нашим заслугам. Это только по милости Господа. Я напоминаю об этом высоком положении для того, чтобы сказать, что если у нас такое высокое положение, и как члены церкви мы имеем большие преимущества, то это говорит о том, что мы также имеем очень большие обязанности, и на нас возлагается очень большая ответственность. И поскольку первая проповедь была о преимуществах членов церкви, то вторая проповедь будет об обязанностях членов церкви. С сегодняшнего дня вы являетесь членами церкви Христовой. Нет, ваше духовное присоединение к церкви, к тому невидимому, но живому организму, телу Господа Иисуса Христа, произошло в момент вашего искреннего покаяния, и когда Бог совершил ваше рождение свыше, Он духом крестил вас, то есть поместил в тело церкви Господа Иисуса Христа. Но сегодня, заключив завет, дав обещание Богу, вы видимым образом присоединились к церкви, и вы теперь являетесь не только членами Вселенской Церкви Иисуса Христа, вот этого живого организма, который связан невидимыми, взаимно скрепляющими связями, но вы также теперь являетесь и членами нашей Ванкуверской Церкви, Хейзлдейл Баптис Чорч, с чем мы вас сердечно поздравляем, но поздравления о церкви будут немножко позже, а сейчас я хочу сказать о некоторых обязанностях, которые есть у членов церкви. Братья и сестры, и для нас, для всех это тоже пусть послужит напоминанием, какие у нас, членов церкви, существуют обязанности. Первое, о чем я хочу сказать, это то, что перед нашим Господом мы имеем некоторые обязанности перед Богом. И самое главное, и самое большая, это любить Господа всем сердцем. Когда к Иисусу Христу подошел один человек, законник, и задал такой вопрос, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?», то Господь сказал так. Написано в 22 главе Евангелия от Матфея, и Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Друзья, вообще мы люди, в силу своей греховности, в силу своей испорченности, мы каждый являемся большим эгоистом. Мы очень любим себя, и особенно люди последнего времени. Так сказано, что Дух же ясно говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, и перечисляются, какими будут люди последнего времени. И там говорится, что будут более себя любивы, нежели боголюбивы. Но пусть это относится к кому-то другому, но не к нам с вами. Мы же должны помнить, что наибольшей нашей обязанностью является возлюбить Господа всем сердцем. Как я уже сказал, мы эгоисты, и нас часто больше тревожит то, чтобы нас любили. Мы хотим, чтобы нас любил Бог. Мы хотим, чтобы нас мужья переживают о том, чтобы их любили жены. Жены переживают, чтобы их любили мужья. Дети хотят, чтобы их любили родители. Родители хотят, чтобы их любили дети. В церкви мы хотим, чтобы нас любили. И иногда бывает так, кто-то уходит из церкви и говорит, в этой церкви нет любви. Да не об этом бы надо переживать. Надо переживать о себе, потому что Христос сказал, что в последнее время по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. И нам нужно задавать вопрос, а не ко мне ли это относится? Не во мне ли охладела любовь? Я не должен переживать, как сильно любят меня другие. И если в церкви любовь, я должен переживать о том, как я люблю Господа и как я люблю церковь. Друзья, если вы будете замечать, что в вашем сердце какой-то наступает холодок или какая-то теплота, вы не так горячо любите Господа, то не оставайтесь к этому равнодушными. Господь говорит, что наибольшей заповедью является возлюбить Господа всем сердцем. Поэтому если вы будете видеть, что что-то вы становитесь равнодушными, то на колени, в молитву, в пост, Господи, возгрей мою любовь. Я хочу любить Тебя всем сердцем. Я хочу, чтобы в моем сердце всегда горела любовь, чтобы, несмотря на то, что в это время последнее, и Христос сказал, во многих охладеет любовь, но не допустите, чтобы в ваших сердцах охладевала любовь Господу, чтобы любить Его всем сердцем. Но Господа нужно не только любить, Господа нужно и бояться, и благоговеть перед Господом. Так учит нас Священное Писание. Это тоже является нашими обязанностями по отношению к Богу. Написано в книге Экклесиаста, в 12 главе, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Это, Экклесиаст, очень мудрый человек, говорит, это сущность всего, это как бы самое главное, самое необходимое для человека. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И это все, что необходимо. Этого достаточно любить Бога, бояться Бога. Или, как еще написано в книге пророка Малахии, «Сын чтит отца и раб господина своего». И Господь задает вопрос, «Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною?» Говорит Господь Саваоф. То есть Бог, Он настолько великий, Бог настолько всемогущий, Бог, Он обладает такой властью, что Он с любым человеком может сделать все, что Он захочет. Когда-то первосвященник Ильи в народе израильском так и сказал, «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Нет никакой силы, которая могла бы в чем-то Богу попрепятствовать, остановить как-то, не допустить то, что Бог желает сделать. Бог в одно мгновение может уничтожить каждого человека. Бог может истребить целые народы. Бог может в одно мгновение уничтожить целую армию, как мы видим примеры в Писании. И мы должны осознавать, что перед Богом мы... Это даже не песчинка, это даже не пылинка. Написано даже в Псалме, что если все человечество вместе собрать и на весы положить, написано, это легче пустоты. То есть мы ничто, мы вообще прах перед Богом. И великие люди, как Авраам, это осознавали. Авраам упал перед Богом и говорит, «Я прах и пепел, осмеливаюсь говорить владыке». Друзья, вот это благоговейное отношение к Богу. Осознание Его величия, осознание Его безграничной власти, Его всемогущество, оно должно приводить нас в трепет перед Богом, в состояние благоговения перед Ним. Следующее, друзья, что является тоже обязанностью каждого христианина, каждого члена церкви, это находить время в процессе своей жизни, ежедневно, регулярно, находить время для того, чтобы иметь общение с Богом. Бог дал нам Слово Свое, через которое Он говорит нам, через которое Он открывает Свою волю, через которое Он рассказывает о себе. И мы должны находить время для того, чтобы к Его Слову обращаться, чтобы читать. Время для того, чтобы молиться Богу. Так написано, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Я знаю, что все мы люди разные. Кто-то очень любит читать, кто-то читает и днями, и ночами, и прочитал уже большое количество книг. Кто-то не любит читать, кто-то редко читает, но это не относится к Слову Божью. Я могу не любить читать книги, журналы, газеты, но возлюбить Слово Божье, как христианин я обязан. Апостол Петр говорит, «Возлюбите чистое словесное молоко, ибо от Него возрастете во спасение». Также написано в послании к Тимофею, что это нужно делать регулярно, вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И также Господь говорит, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Друзья, еще что является очень важной вашей обязанностью, это то обещание, которое вы сегодня давали Богу, а само крещение – это и есть обещание Богу, чего? Доброй совести. В момент вашего покаяния, в момент, когда вы раскаивались перед Богом и просили у Него прощения, то кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе, очищала ваши сердца и вашу совесть и делала ее доброй совестью. Греховная, испорченная совесть, она очищается в момент покаяния и становится доброй совестью. И заключая с Господом завет, мы обещаем, что будем совесть нашу хранить доброй. Поэтому ваша обязанность – это данное обещание от доброй совести сохранить, не осквернить ее опять, не запятнать ее чем-то, не сделать свою совесть опять грязной, оскверненной, а сохранить ее доброй. Так написано, что это обещание Богу доброй совести. Ну и еще написано в первом послании к Тимофею, в пятой главе, храни себя чистым. Поэтому мы живем в таком опасном мире, где опасности осквернится, что-то прослушав или что-то посмотрев, зайдя на какой-то сайт греховный, опасности очень большие, но вы дали Богу обещание хранить совесть доброй. Сохраните это обещание Богу до конца. Друзья, поскольку вы стали членами церкви, то у вас и перед церковью теперь появляются обязанности. Я думаю, это легко понять. Вообще в любом человеческом сообществе школа ли это? Начиная с самого раннего возраста, даже в детском садике уже существуют какие-то определенные правила поведения. Что можно, а что нельзя. В школе ли, в университете ли, в рабочем коллективе, в компании, в какой-то бизнесе существуют определенные правила, существуют определенные установки, традиции, которые все должны соблюдать. Вы стали членами церкви. Перед церковью у вас тоже появляются определенные обязанности. И в отношении церкви, первое, я бы поставил так. Для каждого члена церкви любое решение, принятое в церкви, любое правило, любое постановление, оно становится обязательным к выполнению. Иногда бывает так, что решается какой-то вопрос. Церковь принимает какое-то правило для себя, для внутренней жизни церкви. И при рассуждении об этом, принимать это правило, делать это или не делать, могут быть разные мнения. Кто-то может высказать, да, я считаю, это хорошее правило, это нужно ввести в жизнь нашей церкви. А кто-то может сказать, да нет, можно и без этого обойтись. Но если церковью на членском собрании принято решение, и какое-то правило вступило в силу, оно становится обязательным для выполнения всеми членами церкви. Потому что невозможно так жить, это будет составлять массу неудобств, проблем. Если одни поступают по правилам, другие вопреки этим правилам, это будет очень осложнять жизнь. Друзья, поэтому решения, правила, которые принимаются в церкви, они обязательны к исполнению всеми членами церкви. И посмотрите, как говорит Иисус Христос. Это в 18 главе Евангелия от Матфея записано, там Господь говорит, «Если ты увидишь какого-то согрешившего брата, ты подойди к нему и обличи его между тобой и им одним. Если послушает и покается, приобрел ты брата. Если не послушает, возьми еще двух или трех и с ними поговори, с этим согрешившим братом или сестрой. Если и их не послушает, Господь говорит, скажи церкви». А потом что следующее? «А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь». То есть, если человек проявляет непослушание церкви, которую Бог наделил тоже большой властью на земле, Господь говорил о церкви, «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». То есть, Бог наделяет церковь тоже большими полномочиями принимать какие-то правила, решения. И Бог с этими решениями считается. Он говорит, «Это будет связано или разрешено на небесах то, что связывает или разрешает церковь». И поэтому Господь говорит, «А если и церкви не послушает, то это язычник и мытарь». То есть, такого человека нужно из среды церкви удалить. Поэтому церковь праве по отношению к согрешающим членам церкви и которые не принимают обличения, не каются и не исправляются, церковь может брать на замечания или даже отлучать от церкви. Поэтому проявлять послушание церковным правилам и решениям – это тоже обязанность членов церкви. Бог так усмотрел, что в церкви Он поставляет служителей. Есть разные виды служения в церкви, и от каждого из нас, членов церкви, тоже требуется и правильное, уважительное, почтительное отношение к служителям и послушание, когда это необходимо. Внимательно прослушайте такие тексты. Апостолы пишут, «Также и младшие повинуйтесь пастырем». Или в другом месте, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас и почитать их преимущественно с любовью за дело их». И еще написано, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Конечно, в первую очередь здесь речь идет о служителях церкви, которые называются пастырями, наставниками. Но также здесь говорится и о других трудящихся. Поэтому, возможно, кто-то из вас будет петь в хоре, кто-то будет играть в оркестре, кто-то будет участвовать в каком-то детском служении. Там везде есть ответственные люди, которым поручено нести ответственность за этот участок служения, или за хор, или за оркестр, или воскресная школа, или русская школа, или проповедование Слова Божия. За каждое направление служения есть ответственные люди. И Слово Божие призывает по отношению к этим людям проявлять уважение, почтение и послушание. Также у вас, как у членов церкви, теперь появляется обязанность стараться регулярно посещать все церковные богослужения и не пропускать. То есть, с вашей стороны, вы должны стараться делать все возможное для того, чтобы быть на всех церковных богослужениях. Написано, «Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи». Вот здесь, на наших богослужебных собраниях это и происходит. Мы помогаем друг другу держаться исповедание нашего, упования нашего. Мы поощряем друг друга к любви и добрым делам. Здесь происходит наше назидание вере. Мы наставляем друг друга, поддерживаем друг друга, утешаем, ободряем и многое другое. Это проходит в наших богослужебных собраниях. И поэтому апостол Павел говорит, «Не будем оставлять собрание своего». Он уже в то время видел, что у некоторых людей в церкви появился такой обычай – оставлять собрание, пропускать собрание и призывает к тому. Братья и сестры, и я это говорю не только для тех, кто сегодня принял крещение. Я думаю, многим присутствующим здесь в собрании надо пересмотреть свое отношение к богослужениям церкви и что-то поменять кардинально в своей жизни, график работы, поменять рабочую смену, поменять что-то, может быть, еще, для того, чтобы не пропускать собраний. Иначе мы духовно не будем возрастать, а можем даже, наоборот, духовно ослабевать и отдаляться от Господа. Также у членов церкви есть такая обязанность участвовать в материальном служении. Жизнь церкви, она во многом тоже зависит от финансов. Вообще написано в Библии, да, что здесь, на земле, в нашей жизни, бытовой такой, земной, человеческой, за все отвечает серебро. И поэтому в церкви тоже существуют определенные расходы. Для того, чтобы церковь могла осуществлять свою жизнедеятельность, чтобы совершались все виды служения, требуются финансы. И Бог так усмотрел, что все нужды церкви, они должны восполняться через пожертвование членов церкви. Апостол Павел учил так, «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Нет, апостол Павел здесь не говорил про сельское хозяйство, что кто работает на полях и там мало зерен посеет, мало пожнет. Он просто использовал такой образ для того, чтобы показать, что жертвуя на нужды церкви, нужно делать это доброохотно, щедро, а не скупо. Делать это от души. Написано, «А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Ну и еще, друзья, у каждого из нас есть такая обязанность – это молиться о церкви. Апостол Павел учил, «Всякою молитвою и прошением, молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Церковь – это собрание святых. И каждый из нас, являясь частицей этого собрания, этого сообщества святых, призван к тому, чтобы молиться о всей церкви, о всех святых. Друзья, но мы живем не только в церкви. И, кажется, было бы очень хорошо, да, если бы наша жизнь проходила только в среде верующих, только в церкви. Но, к сожалению, это не так. А может быть, не к сожалению, да. Так и должно быть. Потому что Иисус Христос, когда перед своими страданиями молился Богу Отцу, то Он сказал такие слова. «Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть Господь знал, что наша жизнь будет проходить среди этого мира, среди людей неверующих, среди людей, не знающих Бога, среди людей другой религии или вообще безбожных людей, ни во что не верующих. Бог знал, что будет проходить наша жизнь. И Бог не устроил так, чтобы церковь свою отделить. Ведь мог же Бог сделать так, да. Ну, например, всех верующих в Австралию на один материк посидеть, и вот все только верующие там. А по остальным материкам живут все неверующие, да. Или в Америку всех верующих поселить, а всех неверующих рассеять там в Африку, в Азию или еще куда-то. Бог не сделал так, да. Интересно, как-то выразился один брат, он говорит, соль, она не должна лежать большой такой горой. Она должна быть рассеяна везде. Потому что, если соль лежит вместе одной большой кучей, она потеряет свою силу, она испортится. И соль равномерно Бог рассыпает по всей земле. Ведь это наше назначение, друзья, это наша обязанность, живя в этом мире, быть для этого мира светом и быть для этого мира солью. В Нагорной проповеди Господь так и говорил, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И потом Господь еще говорит, вы соль для этой земли. Поэтому мы должны об этом помнить, и наша жизнь среди этих мирских людей, она должна быть такой, чтобы стараться светить Христовым светом для этого мира и осолять этот мир. И еще Слово Божье призывает нас, как членов церкви, иметь по отношению к миру правильное отношение. А каким оно должно быть, правильное отношение? Апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Друзья, правильное положение для христианина это не любить мирское, не любить этот мир, не любить мирскую музыку, не любить мирские книги, не любить мирской внешний вид, не любить мирской образ речи, не любить то, чем живет этот мир, то, что нравится это миру, нам это должно быть неприятно. Не любите. Так говорит Слово Божье. Или еще написано так. Более строго говорит апостол Иаков в своем послании в 4 главе. Он, тех людей, которые, будучи христианами, членами церкви, продолжают любить мир и живут по обычаям этого мира, он называет очень строгими словами прелюбодеи и прелюбодейцы. Это вообще, это очень тяжелый грех, грех прелюбодеяния. Это когда люди вступили в брак, муж и жена, и кто-то из супругов, муж или жена, изменяет своему супругу и имеет какие-то близкие интимные отношения с каким-то посторонним человеком, это называется грех прелюбодеяния. И это очень тяжелый грех. Но апостол Иаков использует эти слова здесь по отношению к тем, которые Богу дали обещание быть верными Богу, любить Бога всем сердцем и при этом продолжают любить этот мир, дружить с этим миром. И апостол Иаков говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Друзья, это к каждому из нас относится, да? Возможно, когда ты в свои уши ставишь наушники и включаешь на своем телефоне какой-то свой плейлист или выбрал там что-то в Ютубе или где-то, и у тебя в ушах зазвучала мирская музыка, подумай в этот момент. Если тебе эта музыка нравится, если ты через это начинаешь дружить с миром, или, может быть, ты на своем телефоне или компьютере включаешь какой-то фильм или развлекательную какую-то программу, то, чем живет этот мир, то, чем наслаждаются мирские люди, подумай, ты в этот момент, дружа с миром, занимаешь позицию вражды с Богом, и Бог смотрит на тебя и думает, ты же прелюбодей, ты же изменяешь мне, Богу, давшему обещание, что ты будешь мне служить доброй совестью и меня будешь любить, ты же сейчас изменяешь мне с этим миром, завязывая с ним дружбу, завязывая с ним отношения, или когда идешь в какое-то место, где мирские развлечения какие-то, и Господь явно не хочет тебя там видеть, или делаешь еще что-то, то, чем живет этот мир. Друзья, не дружить с этим миром, это обязанность членов церкви, не любить этот мир, быть отделенным от этого мира. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом или Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. Друзья, вот это тоже, вы все здесь еще находящиеся, принявшие крещения, являетесь людьми еще одинокими, несемейными, у вас впереди предстоит решать и этот вопрос, выбирать спутника жизни, но каждому по мере своего взросления, и это тоже очень важно помнить, что Господь говорит, какое соучастие верного с неверным, какая совместимость Храма Божия с идолами, поэтому обязанность ваша и в этом отношении, выбор спутника жизни делать только в среде церкви, среди тех, которые также любят Господа, также служат Господу, также понимают Евангелие, как мы понимаем, чтобы быть едиными по учению Иисуса Христа, вот такой брачный союз угоден Богу, ну и быть свидетелями для этого мира, это тоже обязанность каждого члена церкви, написано, что когда Иисус освободил человека, который был в очень большой проблеме, помните, да, Иисус пришел в Гадаринскую страну, и там был человек, одержимый нечистыми духами, и Господь повелел, чтобы эти духи вышли из него, этот человек вмиг изменился, написано, что люди даже не узнавали его, до этого он и одежду не одевал, ну так, бесновался, вел себя отвратительно, а теперь он тихо, спокойно сидит, слушает, что проповедует Иисус Христос, Иисус Христос закончил там свою проповедь, садится в лодку, чтобы переправиться в другое место, и этот бывший одержимый подходит ко Христу и тоже просится, чтобы он его взял с собой, и Господь говорит ему очень важные слова, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. То есть, Господь нас прощает и нас освобождает для того, чтобы мы другим людям рассказывали о том, что сделал нас Господь, как Он помиловал и как освободил нас, и это еще одна из наших обязанностей, и даже Господь говорит так, а если вы постыдитесь меня перед родом всем грешным прелюбодейным, то и я постыжусь вас перед Отцом своим небесным, поэтому не стыдитесь нигде никогда говорить о том, что вы верующие, что вы члены церкви, что вы любите Господа и служите Ему, и других людей призывайте ко Христу. Ну и еще одна последняя обязанность, о которой я хочу сказать, это сегодня вы впервые будете участвовать в заповеди хлебопреломления, и обязанность членов церкви стараться всегда быть готовыми к этому служению, и всякий раз, когда совершается это служение в церкви, чтобы вы могли поучаствовать в заповеди хлебопреломления. Господь говорит, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. И еще Господь говорит так, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. То есть, друзья, всякий раз, когда будет приближаться первое воскресенье, вы должны, молясь и оглядываясь на прожитый месяц, рассуждать и вспоминать, все ли в вашей жизни было так, как угодно Господу, не было ли чего-то, чем вы огорчили Господу, может быть, за что-то нужно покаяться, может быть, в чем-то нужно исповедоваться, может быть, у кого-то нужно попросить прощения, то есть, написано, испытывает человек и, приготовившись к этой заповеди, ест и пьет от хлеба сего и из чаши сей. А просто так, легко, не думая, не рассуждая, не готовясь к этому, Бог не разрешает участвовать в этой заповеди. Но участвовать нужно стараться регулярно, всегда, потому что это тоже служит к нашему духовному возрастанию. Пусть Господь вас в этом благословит и преимуществами членов церкви пользоваться, о которых в первой проповеди было сказано, но и не забывать тех больших обязанностей и многих обязанностей, которые на вас, как на членов церкви, тоже возлагаются. Братья и сестры, что мы сделаем сейчас? Сейчас я попрошу всех братьев и сестер, которые приняли крещение, пройти сюда, повернувшись лицом к церкви, склонить свои колени перед Богом. Служители нашей церкви пройдут сюда для того, чтобы, возлагая руки на тех, кто принял в крещение, призывать Божье благословение, молиться о том, чтобы их жизнь была исполненной Духом Святым. То есть будет так, поочередно, помолится один брат, служитель возложит руки, совершит молитву. Второй, ну и в такой очередности все 12 братьев и сестер помолятся. Нас четверо служителей присутствует здесь, поэтому каждому из нас нужно будет три раза помолиться о ком-то из братьев или сестер. Церковь в это время будет стоять на ногах и просьба такая, чтобы вы тоже молились за каждого, кто сегодня вступил в завет с Господом, чтобы Господь обильно их благословил в жизни и чтобы они до конца жизни своей остались верными Господу. Аминь. Пожалуйста, друзья, проходите и лицом к церкви склоняйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok